В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Харитончик. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слово «недотоп» похоже снова войдет в лексикон жителей нашего города и властей. На улице в последние несколько дней существенно похолодало, но теплоэнергетики почему-то снижают температурный режим. Котельные подают теплоноситель, параметры которого на 10-15 градусов ниже нормы. Причем в компании «Мурман Энергосбыт» этого не скрывают. Представитель Месса пообещал, что как только упадет температура наружного воздуха, температурный график будет увеличен. Однако такой ответ местные власти не устраивает. Если в ближайшие 2-3 дня ситуация с теплоснабжением жилого фонда не изменится, администрация города будет вынуждена обратиться в надзорные органы с требованием принять к теплоэнергетикам меры прокурорского реагирования. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решение о продаже 12-й столовой было принято районными властями еще в мае этого года. Тогда же был объявлен и аукцион. Однако желающих приобрести более чем за 20 миллионов рублей здания, хозяйственные постройки и земельный участок под ними не нашлось. Следующие торги, прошедшие в сентябре в форме публичного предложения, результатов также не принесли. В личном предложении это когда сумма рыночной оценки оценки этого здания может упуститься до 50%. То есть получается изначально была оценка произведена порядка 25 миллионов, то есть 50% это было бы 12,5 миллионов. За 12,5 миллионов тоже не состоялась процедура, была подана всего лишь одна заявка. А в соответствии с законодательством, если подана одна заявка, то процедура произведена в несостоявшемся. И мы пошли на третью процедуру, это без объявления цены. Третья попытка реализовать здание 12-й столовой увенчалась успехом. На этот раз были проведены торги без объявления цены. Потенциальные покупатели направили свои заявки в администрацию, в которых указали свой вариант стоимости объекта. Самая низкая цена чуть больше 200 тысяч рублей. Было подано 6 заявок от участников. И максимально предложенная сумма за данный объект недвижимости состоялась 17 миллионов. Это предложение было указано ООО «Авоська». Мы пообщались с новыми владельцами помещения 12-й столовой. И как нам объяснили в ООО «Авоська», кардинальных перемен в связи со сменой собственника на объекте не ожидается. Столовую закрывать они не намерены. Она будет функционировать в прежнем режиме. Тем более, что на данный объект недвижимости существует обременение в виде договора аренды до июля 2015 года. Вторая школа отметит 50-летие. Праздничное мероприятие состоится в субботу, 27 октября. Школа ждет своих выпускников, бывших работников и нынешних учащихся, их родителей. Начало мероприятия в 15 часов. Далее, коротко о других новостях. В Кандалакше создан Совет по патриотическому воспитанию населения. Накануне состоялось его первое заседание. Участники обсудили предстоящие мероприятия, районную конференцию «Здоровая семья, здоровая Россия». Она состоится в начале декабря в рамках Декады СОС. Кроме того, Совет будет оказывать содействие отделу военного комиссариата в работе с призывной молодежью. Также в планах встречи со школьниками, руководителями предприятий и организаций, выработка современных подходов к патриотическому воспитанию. Очередность в дошкольные учреждения и количество вакантных мест. Эти вопросы обсуждались на плановой встрече комиссии по комплектации детских садов. По результатам заседания 18 детей в возрасте от года до 6 лет получили путевки в детские сады. Сейчас завершается работа по корректировке баз данных детей, состоящих в очереди на сочисления в дошкольные учреждения. В дальнейшем распределение вакантных мест будет осуществляться в соответствии с обновленными списками. Вне ведомственная охрана готовится отметить 60 лет. Юбилей отметят праздничное. Торжество состоится 27 октября во Дворце культуры Металлург. Начало в 15 часов. Приглашаются все желающие. В ходе празднования будут объявлены победители конкурса на лучшее поздравление кандалакческого подразделения. На территории кандалакческого района будет проводиться межведомственная акция «Позвонить тебе помогут». В ее рамках в школах состоится встреча, во время которых учащиеся смогут узнать о телефонах, по которым они смогут обратиться за помощью в кризисной ситуации или получить консультацию специалиста по вопросам защиты своих прав. Стоит отметить, что за ложные звонки и сообщения предусмотрена ответственность как для самих детей, так и для их родителей. Проведение акции запланировано на начало декабря 2012 года. Коренные жители Кандалакши помнят, что раньше в нашем городе было целых три книжных магазина, которые обслуживали разные районы – центральный, район Невытрей и военный городок. Сегодня купить книгу стало проблемой. Маленькие торговые лотки не могут удовлетворить читательского спроса. А сегодня закрылся последний и единственный в нашем городе книжный магазин «Парус». На сегодняшний день в городе не осталось ни одного специализированного магазина, торгующего печатной продукцией. Буквально сегодня был упакован в коробки весь ассортимент книжного магазина «Парус». Причин закрытия торговой точки несколько. В первую очередь – высокая арендная плата. При этом помещение не оборудовано ни санузлом, ни вентиляцией. Из-за того, что магазин располагался всего на 30 квадратных метрах, не было возможности заказывать большое количество книг. Это, в свою очередь, сказалось на ассортименте. Магазин продавал то, что пользовалось наибольшим спросом. Хозяин торговой точки строит планы продолжить бизнес, но уже не в Кандалакше. Все, на сегодняшний день мы свернули магазин, расторгли договоры аренды. И сейчас загружаем все в контейнер, мы везем все это в Белгород. И там начинаем на свой страх и риск, как говорится, новую деятельность. Современные технологии дают нам возможность читать книги, не отходя от монитора. Интернет-библиотеки «Всемирная паутина» предлагают ассортимент на любой вкус. Достаточно в поисковой строке написать название книги или интересующего вас автора. Электронные базы предложат множество ссылок для скачивания и чтения. Однако этот способ удобен не для всех, поэтому отношение многих горожан к закрытию магазина негативное. Отрицательно. Я даже в Украине посещаю библиотеку. У нас на ней ведь библиотека. Очень сожалею, что у нас закрыт книжный магазин. Отрицательно. Я, в принципе, выписываю книги почты. Редко там бывало. Вообще книжный магазин должен быть в городе. Это плохо. Молодежь надо, чтобы воспитывалась на наших традициях. Книги читали. Я читала в газете, но я живу в Зеленоборском. Я горожанам сочувствую, потому что хорошая книжка – это очень хорошо. В данной ситуации единственной и самой удобной для большинства книголюбов альтернативой остаются городские библиотеки. По словам сотрудников, количество читателей год от года уменьшается. Тем не менее, библиотечные фонды пополняются регулярно. Несмотря на недостаточные средства, выделяемые для закупки литературы и периодических изданий, читатели найдут то, что им будет интересно. Мы ориентируемся на отказы, которые были в предыдущем году. И заказываем также и художественную, и учебную литературу. Ориентируемся на читательский спрос и на новинки, которые рекламируются в библиотечных и информационных изданиях. При всем этом библиотеки не могут охватить всю читательскую аудиторию. Новинки, выпускаемые небольшими тиражами, доходят до наших читателей поздно. Поэтому закрытие книжного магазина стало еще одной проблемой для многих любителей печатной продукции. Надо ли возвращать в российские школы единую форму одежды? Обсуждения на эту тему сейчас идут в правительстве страны. Тем временем в одном из образовательных учреждений Кандалакши уже частично ввели дресс-код. Внешний вид ученика – важные условия образовательного процесса, считают руководство и педагоги первой школы. Это и опрятность, и дисциплина. В прошлом году преподаватели обратились к родителям учеников начальных классов с предложением ввести свободную школьную форму. Она объединит ребят и в то же время позволит каждому сохранить свою индивидуальность. Мама и папа эту идею поддержали. С родителями и учениками мы оговорили элементы школьной формы, какая она должна быть. Для мальчиков это брюки, жилетка, рубашечка, джип-пирог. Для девочек это кофточка спокойных тонов, жилетка, юбочка, сарафан. И мы уверены, что и родители, и учащиеся старших классов также поддержат вот это новое начинание в нашей школе. И мы надеемся, что со следующего года, с первого по девятый класс в нашей школе действительно будет введена не на словах, а на деле свободная школьная форма. А вот второй А пока что единственный в городе класс, который одет по форме. Клечитые жилеточки и сарафаны теперь отличительный знак учащихся. Мальчишки и девчонки надели их совсем недавно. В конце года мы пригласили портную, портная нам измерила детишек и все лето ушло на то, чтобы шить форму для стольки человек. Родители сами выбирали ткань, фасон нам предложили, один, другой, третий. Мы выбрали то, что нам приемлемо, то, что обойдется поменьше в расходах. И вот недавно нам уже принесли форму. В дальнейшем форму планируется несколько видов изменить. А пока второклассники каждый день радуются своему внешнему виду. И за парту садятся уже совсем с другим настроем. Для ребят их школьная форма – настоящая гордость. В ней только надо учиться на пятерке, потому что форма, она школьная, и она очень красивая. В ней только могут ученики учиться на пятерке. Мне нравится моя школьная форма, то, что мы ее с классом надели и сразу же стали не благониками, а хорошими людьми, школьниками. И учимся только на пятерке. Она удобная очень и тем, что все мы одинаковые, ни у кого разного нет. И это и нас могут отличать. Примеру второго А-класса решили последовать и другие ученики первой школы. Возможно, эту эстафету подхватят остальные образовательные учреждения, и у каждой школы будет свой фирменный стиль в одежде. Вот уже 30 лет специалисты завода работают под девизом «Все для здоровья – здоровье для вас». За это время они выпустили целую серию портативных медицинских аппаратов, которые помогают избавиться более чем от 60 различных заболеваний. Самый популярный прибор для домашней аптечки – Алмак. Он действует с помощью импульсного магнитного поля, которое совпадает с биоритмическими импульсами нашего организма. Алмак помогает при остеохондрозе, артрите, артрозе, заболеваниях сосудов и гипертонии. Пожилые люди могут использовать Алмак без посторонней помощи. А это Мавит – настоящее спасение для мужчин, страдающих простатитом и аденомой. Теперь вы можете не затягивать деликатное лечение в клинике, используя Мавит в домашних условиях в удобное для вас время. Мавит сочетает в себе самые эффективные методы лечения – тепло, магнитное поле и вибромассаж. Приходите на заводскую выставку продажа в Кандалакше с 25 по 27 октября в магазин «Ваше здоровье» на улице Кировской, дом 33. Прогноз погоды представляет Бюро финансовых решений «Пойдем». Молниеносно нужны деньги. Гром распугал поручителей, а тучи справок сгущаются.